Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге виктам.инфо И сегодня в рубрике Виктан отвечает 6 интересных вопросов. Для тех, кто смотрит мой видеоролик первый раз, напомню, что вы задаете вопросы, а я на них отвечаю, если я компетентен в этих вопросах. Вопросы вы задаете в комментариях под данным видео на сайте виктан.инфо, ибо и на ютубе вряд ли всем предоставится такая возможность ответить. Так, первое письмо. Здравствуйте, виктан. Нашла вас по видео на ютубе. Спасибо вам, что делитесь такими знаниями. У меня к вам вопрос. Я хроническая вдова. Дело в том, что у меня уже было 5 мужей. Все нормальные мужчины попадались. Но вот как только мы начинали жить вместе, а с последними уже просто в гражданском браке, то примерно через пол-полтора года, год, они все умирали. Только с первым мужем мы прожили 7 замечательных лет. И он тоже умер. Это, наверное, какой-то рок. Я уже боюсь даже подходить к мужчинам. У меня дочь. И дочь также считаю, что у нее это же самое может быть. Лариса. Скажу сразу. Вопрос довольно-таки далеко не простой. И у меня возникло очень множество вопросов для того, чтобы компетентно ответить на ее вопросы. Я просмотрел ситуацию, и у меня появились приоритетные вопросы, которые я захотел задать Ларисе. А именно, основным вопросом было, не теряла ли она кольцо, тогда, когда она жила в первом браке с первым мужем. И вот я получаю ответ от нее. Да, было такое, я уже даже и забыла. Когда еще жили с первым мужем, то у меня пропало обручальное кольцо. А потом около недели и нашлось. Оно у меня как память. И да, действительно, когда я начинала жить с мужчиной новым, то начинала, конечно, это кольцо носить. А что, дело в кольце? Или по роду проклятие? Вы правильно указали, что до этого ничего подобного не было. Лариса. После прочтения этого письма, я просмотрел ситуацию с Ларисой. И действительно, главным фигурантом в этом деле, как говорилось, явилась еще одна женщина. И обручальное кольцо именно Ларисы. Поэтому я задал ей несколько вопросов. На что получил вразумительный ответ. Что она около недели была без кольца. Лариса, я очень подозреваю, что ваше кольцо было украдено у вас, обручальное. Было одето на покойника. Был прочтен заговор. И после этого это обручальное кольцо попало к вам. Вы ни в чем не подозревая одели это кольцо. Даже на радостях, что колечко наконец-то нашлось. Наверняка дорогая вещь. Ну, дорогая даже как память. Ну, и по стоимости тоже. Любая женщина любит кольца. Одели это кольцо. И дело в том, что на этом кольце сделан ритуал. Сделан обряд. Другими словами, вас женили на покойнике. Скорее всего, поэтому любой живущий рядом с вами в качестве супруга становится покойником. Почему? Потому что сделан ритуал для того, чтобы у вас супруг был покойным. Не стоит особо пугаться. Это, как говорится, лечится. Но не совсем, как говорится, быстро и не совсем просто. С этим кольцом пока ничего не делаете. Если решите прийти, как говорится, ко мне на прием. Я не знаю, где вы проживаете. То мне надо будет посмотреть это обязательно кольцо. Ну, а в дальнейшем, кто бы вам не помогал, кто бы вам не чистил от этого кольца. Все-таки придется как-то избавиться. Но в самом лучшем случае это пустить, как говорится, на переплавку. Но перед тем, как его переплавить, все-таки надо кое-что с ним сделать. Особо не переживайте, все это убирается, все это почищается. Для остальных же это будет хорошим уроком, для того, чтобы каждая барышня следила за своими кольцами, за своими драгоценными украшениями. Почему? Потому что очень часто именно на украшениях делаются не очень хорошие вещи. А именно украшения вы носите на голом теле. К примеру, если у вас пропало нижнее белье, трусики, к примеру, то вы их стираете и не всегда носите. А колечко вы всегда одеваете тогда, когда хорошо выглядеть хотите. Сережки. А обручальное кольцо, оно еще и несет на себе, естественно, особую смысловую нагрузку. Следующий вопрос. Виктан, очень прошу вас рассказать какие-то простые, но очень эффективные ритуалы на деньги. Очень прошу, очень надо. Наталья. Наталья, этих уже ритуалов везде и всюду описано величайшее множество. Скажу вам сразу, самым главным результатом и самым главным ритуалом на деньги, на богатство, будет ваша психология на деньги, ваше отношение к деньгам. И помните, что деньги это не сама цель, это средство достижения цели. А вот богатство происходит от слова «бог», корень этого слова, как работа от слова «раб». Я часто упоминаю это в своих видео. И истинным понятием богатства это «думай как Бог». Если вы научитесь думать как Бог, то это принесет вам материальные блага. Но если сама цель просто деньги, мне уже жаль такого человека. Почему? Потому что, я повторюсь, деньги это все-таки средство достижения собственной цели. Ну, как говорится, я человек добрый, я расскажу вам несколько ритуалов. Первый ритуал – это будет горшочек богатства. Итак, приобретите новенький, небольшого размера глиняный горшочек, тот, который можно запекать в духовке. Почему небольшого размера, сейчас поймите почему. В принципе, можно большого, но я рекомендую где-то примерно такого размера, такого размера, как хавшорчик. Принесете его домой. Укутаете его какой-то фольгой, красной, красивой бумагой. Нанесите денежные какие-то купюры, знаки на него. Украстьте так, как хотите. И поставьте его на видное место. В течение 7 дней вам придется в него класть по 7 рублей, либо гривит. Неважно, какая купюра, хотите, по центами ложите, по доллару. То есть, главное, чтобы было там 7 одинаковых единиц. Чтобы число составляло ровно 7. Запомните еще, кстати, что 10 копеек, что 1 гривна, что 100 гривен, что 100 рублей, что 100 долларов. Для пространства это является все деньгами. Мы говорим про 7 единиц какой-то денежного эквивалента. Я рекомендую это делать железными рублевыми монетами. Итак, вы меняете в магазине и каждый день вы кладете туда по 7 монет, по 7 рублевых монет. Итак, каждый день вы отлаживаете либо 7 гривен, либо 7 рублей в этот новый красивый глиняный горшочек. Заходите в церковь, приобретайте белую церковную свечу и новый подсвечник под эту свечу. Не приобретайте, сразу вам говорю, пластмассовые подсвечники. Забудьте о пластмассовых подсвечниках вообще. Это говорю не со стороны магии, а это я говорю со стороны пожарной безопасности. Почему? Потому что никто не смотрит, когда свеча догорает. И от китайского пластмассового подсвечника возможен пожар. Поэтому приобретайте либо керамические, либо железные. То есть из материалов, которые не горючие. Ночью, на новолуние, вставите свой горшочек на стол. Желательно, чтобы попадал свет молоденького, самого молоденького, как говорится, месяца или что там, звездное, небо, можно на подоконник. Зажигаете свечу рядом с этим горшочком и читаете заговор. Читаете заговор на 7 монет, которые будут лежать у вас в руке. То есть берете 7 монет, ложите на эту руку и читаете такие слова. Деньги теките, деньги сверкайте, деньги растите, сделать меня богатым пожелайте. Читаете 3 раза. Потом берете эти 7 монет и вылаживаете вокруг горшочка по часовой стрелке эти 7 монет. Достаете другие монеты из горшочка и вылаживаете так же само по часовой стрелке. Те монетки, которые не вмещаются в первый круг, вы вылаживаете их во второй круг вокруг этого горшочка. Свеча продолжает гореть. И вот тут начинается то, что я вам с самого начала сказал. Что все ваши деньги находятся здесь. Деньги сначала появляются здесь, потом в кармане и в горшочке. То есть вы сначала думаете о деньгах, а потом они появляются у вас в реальной жизни. Когда горит свеча, вы представляете себя богатой, успешной, купающейся в роскоши, достойной изобилия, что вы прекрасно себя чувствуете, что вам эти деньги идут в пользу и помогаете. Ни в коем случае, ни в коем случае это будет грандиозной ошибкой, если вы будете думать, как вы избавляетесь при помощи денег от бедности. На самом деле, ваше бессознательное будет рисовать не богатство, а бедность. Как бы отдаленную, но все равно бедность. Ваше бессознательное будет рисовать какие-то негрязные негативы. А я вам рекомендую, перед тем, как поработать с горшочком, все-таки научиться думать позитивно. Думать не от негативного, а думать к позитивному. Это две большие разницы. То есть вы себе представляете, визуализируете, как вам хорошо, классно, как вам деньги помогают, вы становитесь богатой, успешной, вы путешествуете, вы оздоравливаетесь, вы достигаете всех вершин и высот, которые вы действительно хотите добиться при помощи денег. Запомните, свеча это всегда малая жертва. Но пламя свечи, оно будет всегда усиливать ваше желание. Вы смотрите на пламя свечи и представляете, как это все разгорается. И это просто, от этих купюр идет реальная энергия денег. Как это все увеличивается и растет, как говорится, как тесто подымается на дрожжах. Так же само увеличаются ваши доходы. Когда свеча догорит, вы должны уже ощутить всю силу денег, всю мощь денег. И действительно у вас уже в голове должно отложиться, что да, действительно, это уже так и будет. Запомните, если вы все равно думаете о бедности, включая этот ритуал, не стоит проводить его, почему? Потому что усилите только свою бедность. Поэтому перед любым ритуалом, если человек не готов, лучше не беритесь. Поэтому есть опасность, хоть и небольшая опасность, но все-таки есть опасность, если человек не знаешь, не знаешь броду, не лезь в воду. Не готов, не начинай. Да, забыл. Свечу надо зажигать только спичкой. Не зажигалкой, не газом, ничем другим. Не от бумажки там, а только спичкой. Итак, догорела свеча, догорела свеча, и вы оставляете этот горшочек. На следующий день все так же вы докладываете туда по 7 монет. И докладывать будете до того момента, пока горшочек не наполнится. А это, как правило, если вы выбрали тот горшочек, который я вам сказал, показал размером, это будет до полнолуния. Вот вы так по 7 монет докладываете до самого полнолуния. На полнолуния вы берете, накрываете белой тряпкой горшочек и завязываете его красной шестяной ниткой. Этот горшочек ставите в округное место и его не трогаете. Трогать деньги с этого горшочка нельзя. Ну и второй способ, это действительно денежный прирост. Он довольно-таки сложный, но очень эффективный. В первый день растущей луны вы берете горсть отборной хорошей пшеницы, насыпаете ее в желтое блюдо, накрываете ее очень влажной белой тряпкой и оставляете ее на сутки для того, чтобы она проросла. На следующее утро берем, внимание, золотую монетку. Очень важным правилом будет, чтобы это была монетка, купленная на те деньги, купленная вами, на те деньги, которые вы получаете от основного источника дохода. То есть, это не те деньги, которые лежали, подарили, либо вы нашли или еще каким-то образом у вас появились. А, к примеру, у вас есть бизнес, и вы хотите от этого бизнеса получать все больше и больше денег, для того, чтобы был денежный прирост именно от этого бизнеса. Так вот, надо именно с этого бизнеса взять деньги на покупку, внимание, золотой монеты, которая была в обиходе. Не подходит новая банковская монета? А желательно, чтобы она была в обиходе. Где такую взять, вы спросите? Правильно, в антикварном магазине. В антикварном магазине золотая монетка. Да, стоит дорого, но поверьте, этот ритуал стоит этих денег. Далее вам надо будет сделать несколько стопок из купюр. Опять же, те купюры, которые вы будете откладывать, надо будет брать от основного источника дохода. Но, внимание, купюры должны быть зеленого цвета. Если это в России, то в России, да, есть там зеленковатые, скажем, деньги. Доллары тоже считаются зеленковатые деньги. В Украине рекомендую все-таки менять, наверное, гривны на доллары и отлаживать, да хотя бы по доллару, не важно. Не важно, какими купюрами, но именно брать основными источниками, источников составного, источник дохода, тот, который вы хотите увеличить. Если вы хотите, конечно, увеличить для того, чтобы вам дарили больше денег, то, конечно, берите из подарочных. Но будет увеличиваться только по отношению к одному человеку, пока он, как говорится, расположен к вам. Если у вас есть бизнес, то я рекомендую брать только с бизнеса, с этого бизнеса деньги и менять их, к примеру, на доллары и отлаживать будете из долларов. Итак, вы отлаживаете в этой пачечке должно быть 30 купюр. Каждый раз, когда вы будете ложить купюру в эту пачечку, вы визуализируете, как эта пачечка все больше и больше растет, разрастается. К этому моменту у вас уже должен быть желтый горшочек, наполненный землей. Эту золотую монетку на начало роста Луны, внимание, начало роста Луны, да, то есть новолуния, вы кладете орлом в землю, не к себе, а в землю. Запомните, у каждой купюры есть, как говорится, две стороны. Одна лицевая, другая, ну, будем говорить, попная, да. Так вот, попом в землю, да, лицом к вам. Как говорится, я не знаю, какая будет у вас монетка эта золотая, но, как правило, на монетках с лицевой стороны все-таки идет какое-то изображение какого-то там человека, да. Так вот, лицо в лицо, я думаю, уже понятно, да. Не разворачивайте орлом к себе, то есть попой к себе не надо разворачивать монетку. Положили. Сверху засыпаете проросшие семена этой пшеницы. Просто на монетку засыпаете. Кстати, бывает удобно, что если нет большого, допустим, желтого горшочка, купите такую глубокую, какую-то желтую тарелочку. Это вполне, вполне подойдет. Вы положили монетку, сверху присыпали пшеничкой проросшей и засыпаете землю. Поливаете это водой. На воду наговаривают слова. Слова будут под этим видео. Читайте внимательно, какие слова надо наговаривать. Почему? Потому что я их сейчас не буду произносить, вы все равно не запомните. И вам будет неудобно переписывать. Перепишите из-под этого видео. Каждые три дня вы поливаете эту пшеницу. Вы поливаете этот горшочек. Вы на полнолуние, как взросшие ростки этой пшеницы, аккуратненько берете и подрезаете. Итак, весь цикл убывающей луны вы подрезаете эту пшеничку. Она у вас сохнет. Весь цикл убывающей луны на подоконнике. Пускай она хорошо высохнет. К первому дню растущей луны вы должны собственноручно приготовить желтый мешочек, небольшого размера, с желтой повязочкой, куда вы это все будете складывать. В первый день растущей луны вы достаете эту монету из этой тарелки или блюдечка, или горшочка, кладете ее в свой желтый мешочек, собираете все вот это, то, что выросло, срезанное, подсушилось, тоже в этот желтый мешочек, завязываете его и храните там, где у вас хранятся деньги. То есть, кто-то хранит его под матрасом, кто-то в носке, кто-то в банке, кто-то в сейфе, кто-то в какой-то шкатулке. Вот там, где вы храните деньги, туда желательно с этого мешочка чуть-чуть насыпать и оставить этот мешочек. Проходит три дня, вы достаете оттуда этот желтый мешочек, чуть-чуть приоткрываете, и левой рукой берете с мешочка, чуть-чуть вытрушиваете себе в портманную, в кошелек, там, где у вас вы носите деньги. Если вы носите деньги просто в кармане, ну, как говорится, я запрещаю вам это делать. Почему? Потому что деньги должны быть в красивой футляре. Это должен быть красивый кошелек, портмоне и так далее и тому подобное. Если они у вас там скомканные в кармане, вот такие скомканностями у вас и будут они приходить в вашу жизнь. То есть, какой-то футляр должен быть для денежек. Итак, насыпаете чуть-чуть туда с этого мешочка и закрываете. Также зажигаете тогда свечу, вот это на третий день, и проговариваете слова, которые визуализируют. Мои доходы растут, увеличиваются, прибывают, мой бизнес развивается, приносит мне прибыль, доход. Я богатею, я становлюсь богаче и богаче, мне деньги доставляют радость, удовольствие, благополучие и так далее и тому подобное. Дальше по своему усмотрению. Почему? Потому что это мое видение, а кто-то видит, для чего ему надо деньги для другого. Но еще раз запомните, что если вы будете просить в собственной жизни деньги для того, чтобы отдать их другому, даже вплоть до того, что кого-то вылечить, они не будут приходить в вашу жизнь. Почему? Потому что вы просите их не для себя, а для кого-то. Просите лучше для себя. Достигните такого уровня, что тогда, когда у вас столько останет денег, что вы уже можете помогать другим. Надеюсь, этих два ритуала вам помогут разбогатеть. Но еще раз хочу повторить, что без правильного мышления в вашей голове, психологии денег и без правильного планирования своих финансов, расходов и доходов, никакой ритуал вам не поможет стать богатым. Следующий вопрос. Прошу помочь. Я разведен. Теща – бывшая ведьма. Я так понимаю, бывшая теща – ведьма. Недавно узнал, что она делала порчу на цепь. Ковала я ее и бросила в реку с моста. Эту цепь достать наверняка невозможно. Что делать? Виктор. Виктор, скажу сразу. Да, если вы убеждены, что это сделали, это таки сложная вещь, но ничего не бывает невозможного. Да, действительно, бывает такой вид порчи, когда делается цепь, она заковывается в боковые такие, по кругу, наговаривается на эту цепь имя, кого хотят закопать в цепи рабства, и кидается где-то по центру реки, в вилистое место, там, где, чтобы эту цепь невозможно было достать. Кстати, там и последние слова такие говорятся в этом заговоре, что пока лежит эта цепь, то такого эти и не сбросят. Пока лежит эта цепь. Естественно, такую цепь очень сложно достать, пока она сгниет, и там, ну, как правило, заканчивается жизнь человека. Но ничего невозможного нет. Для того, чтобы, если вы хотите, чтобы я вам описал, как это делается, допустим, по почте, то тогда вы должны заказать кузнецу цепь. Если, ну, придется все делать самому, то дальше я буду рассказывать, что делать. Это возможно и самому, как говорится, попытаться снять. Если нет, то обращайтесь, как говорится, то ли дистанционно, то ли лучше индивидуально, как говорится, онлайн, прийти на прием. Это все возможно снять, все возможно, как говорю я, списать. Поэтому, Виктор, жду вашего выбора. Как вы решите, то так и будет. Следующее письмо. Подскажите, как сделать оберег на зеркало у входной двери? Спасибо. Скажу сразу. Есть более эффективнее и более сильнее обереги у входной двери. Но если просили на зеркало, на зеркальце, то расскажу, как сделать самому на зеркальце. Одним из сильных оберегов дома, спальни или вообще полностью жилища своего является зеркало. Итак, вы идете в магазин, либо на рынок, и покупаете маленькое, кругленькое зеркальце. Если оно продается в какой-то пластмассовой оправе, то эту пластмассовую оправу желательно, конечно, снять. Но снимайте ее очень осторожно, чтобы ее не разбить. Пускай зеркальце, если не нашли полностью кругленького, то пускай будет овальное. Важным правилом будет купить это зеркальце без сдачи, для того, чтобы вам не давали ничего обратного. То есть приходите, смотрите, оно там стоит 10 рублей. Вы достаете 10 рублей, даете, вам дают зеркало, и вы уходите. Итак, когда у вас есть зеркало, вы его, к примеру, разобрали, переворачиваете ее обратной стороной, там, где нанесено зеркальное покрытие, и с обратной стороны делаете чуть-чуть надрез с безымянного пальца, безымянного пальца, укол там, безымянного пальца правой руки, и накапываете на то зеркало три капли крови. Ну, желательно, как говорится, они, чтобы они были похожи на капли, а не на микрокапли. Затем с макушки головы срезаем чуть-чуть, немножко волосиков собственных, кладем их на свою, собственно, же кровь, берем свечу, естественно, церковную, зажигаем ее спичками, и капаем, закапываем это все вместо воска. Воска не жалейте, закапывайте как можно больше, почему? Потому что, чтобы оно не отпало. Естественно, воск там, где кровь не будет, прилипаете, закапываете сначала там, потом делаете такие круги, для того, чтобы воск держал вашу кровь и ваши волосы с тыльной, с тыльной стороны зеркала. Когда вы, когда, говорит свеча, вы закапываете это все в узком, вы приговариваете такие слова. Себя зеркалом закрываю, от всего зла укрываю. Как зло на меня пойдет, так все зеркало от меня отведет. Во брат все порчи, да болезни пошлет. Всех врагов и супостатов моих изведет. Такова воля моя, да будет так. Говорить три раза. Это все, когда вы закапываете, вот это будет произносить. Это зеркало хранить перед входной дверью в собственную спальню или в собственное жилище. Если у вас есть там какой-то там предбанник, коридорчик, то вот около входной двери, для того, чтобы когда двери открываются, сразу в зеркало это все попадало. Следующий вопрос. Виктор, прошу вас сказать, в это смутное время в связи с такой политической обстановкой в стране хочется спросить совета у довольно-таки умного мужчины. Что делать, что ожидать, какой может быть прогноз с политической обстановкой и вообще вы за кого? С уважением, Наталья. В последнее время очень часто и очень много задают действительно политических вопросов. В последнее время, конечно, эта политика охватила абсолютно всех и всех полностью она поглотила и, естественно, в стороне не приходится оставаться. Я уже говорил ранее, что я был аполитичен в своем выборе, но, естественно, сейчас я имею свою точку зрения и сразу могу сказать, она не радикальная. Она не радикальная никак не проукраинская, никак не пророссийская. Почему рассматриваются только две стороны? В моих политических взглядах я рассматриваю гораздо больше сторон, чем две. Но это все-таки мое субъективное мнение. И мое мнение не похоже ни на одно другое. Я скажу лишь другое, что я не особо люблю, ну, как люблю или не люблю. Мне не очень нравится наблюдать за людьми, которые очень сильно радикально настроены. Ведь те люди, которые радикально настроены, они наиболее внушаемые. А раз внушаемые люди, значит, они сейчас они кричат «Ура!» побежали против России, с той стороны кричат «О, бей их!» «Хохлов!» и так далее и тому подобное. На самом деле, если есть две конфликтующие стороны, кому-то это выгодно. Кто-то этим всем управляет. Но так как я являюсь психологом, я могу с уверенностью заявить, что те люди, которые наиболее внушаемые, они наиболее больше кричат, то если поменять агитацию и пропаганду, они завтра будут кричать обратно. Те, которые кричали «Вы мне не брать, я не брат» и так далее и тому подобного. Если сделать чуть-чуть другую пропаганду, найти другого общего врага, всю обстановку поменять, эти же самые люди будут первые, как говорится, лезть целоваться. Поэтому скажу честно, я не хочу будет выглядеть смешным и кому что-либо доказывать. Ибо правды мы не можем сейчас узнать и добиться. Я не делаю политических прогнозов. Я вообще не прогнозирую ничего. Я не гадалка и не гадаю никогда. Я не предсказываю будущее. Я не пророк. И никогда о себе так и не заявлял. По-моему, я уже говорил в предыдущем выпуске своем, что война закончится тогда, когда сильнейший отберет у слабого. Когда закончится перераспредел ресурсов. В каждом веке происходят войны и, к сожалению, эта война сейчас затруднила и нас. А мы не умели жить и радоваться. Мы не радовались тому мирному времени. Мы недопонимали многих вещей. И сейчас я рекомендую в это смутное тяжелое время вынести какие-то выводы для себя лично. Какие выводы вы спросите? Да очень простые. Тогда, когда вы смотрели в телевизор и видели войну в Анголе, в Ливии, в Грузии, в Молдове в 1991-1992 годах, нам казалось все это так далеко. Это с кем угодно, только не с нами. И мы продолжали, как я сделал уже видео, гундосить, жаловаться на жизнь. Мы продолжали жаловаться, осквернять жизнь. Но мы все время чем-то были недовольны. И это было большинство. Вспомните 2013 год. Все ходили такие угрюмые, жизнь такая тяжелая. Все так плохо, все так плохо. Ну что, сейчас лучше стало? Напросили, натянули на себя. Мы не умеем быть благодарными. Мне поражает еще тот факт, когда сейчас люди, которые такие радикальные, которые кричат, что в Советском Союзе было плохо и так далее и тому подобное. И самое интересное, это кричат люди, которым сейчас по 50, там 40-50 лет. И дело в том, что они считают, что они сейчас какие-то патриоты, то ли России, то ли Украины. Не важно, какой страны. Но самое интересное, откуда же взялся патриотизм, если человек изначально был неблагодарен. А был неблагодарен именно к кому? Именно к той стране, в которой ты родился. Ведь нельзя говорить, что в СССР было хорошо или плохо. Было так, как было. Я не говорю, я не жалею за тем временем. Но так или иначе, именно этим людям, именно та страна дала какое-то воспитание, она дала бесплатную учебу, бесплатное медицинское обследование и так далее и тому подобное. Конечно, можно возразить, что какое там было обследование медицинское, какие там были условия, но по крайней мере даже с травмой человек, которого кровь течет, останавливали кровь, заливали ту зеленку, поставили обезболивающий, его хоть как-то но лечили. Как? Не важно. А сейчас как? А сейчас первым вопросом, у вас деньги на бинт есть? А если человек попал в серьезную какую-то ситуацию, его набили, отобрали бумажник, и у него нет денег сейчас на эти лекарства, на эти препараты, что ему делать? Умирать? Вы скажите, это лучше? Нельзя сравнивать, то время лучше или это время лучше. Есть так, как есть. И надо принимать жизнь такой, как она есть. Почему? Потому что выбор не такой уж и велик. Либо ты ее принимаешь как факт, либо ты с этим фактом решил поспорить. Но это же глупо. Я вам хочу сказать одно. Любая война рано или поздно закончится. А вот, что останется у нас, человечного, после этой войны, это уже под вопросом. Не буду освещать все политические моменты, кричать, как сейчас входит уже в украинский этнос, не какие-то матные слова про хороших или плохих, не мне его судить, людей, там, Путин, и т.д. и т.п. Я не буду этим заниматься, не буду освещать свои пристрастия. Скажу лишь одно, что если кто-то ссорится с кем-то, ругается и ведется война, это кому-то выгодно. Надо подумать, кому именно это выгодно. Напоследок скажу, что я очень, очень люблю свой родной город Одесса и хочу мирно и процветающе жить в своем родном городе. Хочу разговаривать на привычном для себя языке и понимать других людей на других языках. Я не делю по национальности человека хороший он или плохой. Я даже не делю человека по его поступкам. Ведь все мы можем ошибаться и все мы можем делать хорошие или плохие поступки, а потом одуматься. Я сужу о человеке по ходу его мысли. О чем думает человек вот что важно. Даже не то, что он делает. Он может делать, он может заблуждаться, но о чем он думает? О чем он думает, это важнее даже, что он делает. И в дальнейшем я на своем видеоблоге не хочу обсуждать более политические вопросы, ибо сайт созданный не для политики, а для эзотерики, для психологии, для лечения, для исцеления и для помощи нуждающимся. Ну и последний. Будем говорить вопрос, хотя это не совсем вопрос, не вижу я, вернее, здесь вопроса, но для того, чтобы поднять настроение, последний зачитаем. Почему ты не похож на остальных? Прочитал твои регалии, подумал, что ты, как большинство твоих коллег, шизануты, как и они. Ха-ха-ха. Посмотрел твои видео, вроде нормальные. Ха-ха-ха. Видно, что ты занимаешься собой, а не тянешь на себя всякую хрень, типа мантий, кинжалов, свечей, черепов и другой хрени. Вот такой вопрос, или это утверждение, или это оценка моих каких-то действий. ну, вот такое письмо тоже получил. На самом деле, в моей практике, да, я применяю иногда свечи, иногда у меня есть ритуальный нож, использую его крайне редко, оно бывает. Есть, вот черепов у меня нету, это точно, какой еще другой хрени, я не знаю, что вообще называется, как говорится, хренью, и что мы можем говорить об этом, что подразумевается в этом контексте, под словом хренью. Ну, а за то, что, как говорится, выгляжу как нормальный, это уже радует, это хорошо, и спасибо, что вы меня смотрите, спасибо, что вы комментируете мои видео, спасибо, что вы принимаете участие в жизни моего сайта. До новых встреч, до новых встреч, друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте вопросы, и я буду на них отвечать. Как говорится, до новых встреч, друзья, до новых встреч. До новых встреч.